Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами на очень интересную, актуальную тему, а именно сравнить цены в магазинах Польши и Литвы. Последнее время об этом говорят все, говорят все, что в Польше дешевле, в Польше дешевле, в Польше намного дешевле. И я решил проверить, правда это или нет. К сожалению, в Польшу поехать я не могу, но мы живем в 21 веке, и нам никуда ехать не надо, чтобы проверить цены. Что мы делаем? Мы сравниваем цены в двух самых популярных магазинах. Первый магазин в Польше это Аршан, польский, и второй магазин в Литве это Максима. Оба из этих магазинов имеют интернет-магазины, которые осуществляют доставку продуктов на дом или в другое место. Мы сформируем корзину в одном магазине, во втором, и сравним цены. Сравнивать мы будем в несколько этапов. Первый этап это будет цена за килограмм. Цена за килограмм товара, это может быть килограмм бананов, килограмм картошки, килограмм моющего, или литры моющего. И второй этап мы сравним цену за упаковку. Конечно же я постараюсь найти одинаковые товары в двух странах. Также очень важно, хочу сделать маленький дисклеймер перед видео. Я не ставил перед собой цель найти самые дешевые продукты в Литве, и не ставил перед собой цель найти самые дешевые продукты в Польше. Я выбрал два не самых дешевых магазина, а выбрал два самых популярных магазина. Потому что давайте будем честными, когда вы ходите в магазин, вы не всегда покупаете самые дешевые товары. Вы всегда ищите что-то среднее, цена, качество. Также очень важно то, что в этих двух странах немного разный уровень жизни. Разная минимальная зарплата, разная средняя зарплата и разные налоги. Это тоже стоит учитывать. Также касается, что здесь можно сказать, что можно поехать с одной страны в другую, закупиться. Да, ребята, это можно сделать, но смотря где вы живете. Потому что поездка в другую страну за продуктами, она отнимает время, отнимает деньги на топливо. Те деньги, которые вы сэкономите на еде, вы потратите их на топливо. Также вы потратите свое время. Поэтому я никого не призываю ничего делать. Это видео, это сугубо мое мнение. И оно не претендует на правду, оно носит исключительно информационный характер. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Сейчас буду вам все объяснять. Итак, начнем наше сравнение. Здесь у нас есть курс валют, который был на 19 февраля 2022 года. Здесь у нас будет список товаров. Эти две строки давайте мы скроем. Это название в разных странах, как называются одни и те же продукты. Здесь у нас есть цена в Польше. В Польше, в польских злотых. Мы ее тоже скроем, потому что я ее сразу уже перевел в евро. Здесь цена, сколько стоит тот же продукт в Литве в евро. А дальше я уже привел для вас, для разных стран, для разных людей, понимание цен в гривне и в рублях. Здесь, где написано ПЛ, это цена в Польше и ЛТ, цена в Литве в гривнах и, соответственно, здесь в рублях. Цена за упаковку в польских злотых мы тоже скроем. Это неинтересно. И оставляем. Первый этап, как я и говорил, у нас здесь цена за килограмм в Польше, в евро. Цена за килограмм в Литве, в евро. Цена за килограмм в гривне и в рублях, за товар, который продается в Польше. И цена в гривне и в рублях, за товар, который продается в Литве. Здесь у нас идет цена за упаковку. Цена за упаковку в Польше в евро, цена за упаковку в Польше в гривне и в рублях. А здесь цена за упаковку в Литве, в гривне и в рублях. Здесь выглядят так ссылки на магазины. Я вам сейчас быстренько покажу на примере бананов. Вот, например, один и тот же товар. Вот в Ашане он вот так выглядит. В польском Ашане. И вот так выглядят бананы в литовском магазине Барбора. Барбора доставляет товары из магазина Максима. Это служба доставки. Это мы тоже скроем. Это для вас не сильно интересно. Здесь мы оставили вес в упаковке или в граммах. Вес в граммах здесь остается, да. Вес товара в Польше и вес товара в Литве. И производитель товара в Польше и производитель товара в Литве. Что касается веса. Если это картофель, банан, лимон. Я брал все по килограмму. Авокадо они продаются поштучно. И дальше мы будем смотреть. Желтым означает то, что вес отличается. Соответственно и цена за упаковку тоже будет отличаться. Что касается производителей. Там, где производители совершенно разные в двух странах. Они не выделены. Если вот так вы видите. Синенький и желтенький. Это значит, что в стране, в которой товар продается, в той стране он и производится. Если зеленый и там и там. Это значит, что товар доставляется из одной и той же страны. Давайте перейдем теперь к ценам. Будем рассматривать цены. Первый пункт у нас бананы. Бананы евро 29 в Литве и 96 центов в Польше. Давайте будем смотреть все за килограмм. Кому интересно, вы можете поставить на паузу и просмотреть цены за упаковку. Для меня больше интересна цена за килограмм. Картофель в Польше немного дороже. 42 евроцента и 39 центов в Литве. Лимон евро 52 против евро 69. Виноград 3,14 против 3,99. Авокадо продается поштучно. Евро 25 против евро 99. Батат. Кто не знает, батат это такой сладкий картофель. Довольно интересный продукт. Евро 67 за килограмм в Польше и евро 99 в Литве. Помидоры. Я выбирал самые дешевые помидоры. Евро 0,5 и евро 89. Перец красный сладкий 2,30 и 2,89. Свекла красная 0,35 против 0,49. Еще раз напомню, первая цена я называю стоимость товара в Польше, вторая цена стоимость товара в Литве. Норковь. Одинаковая цена 39 центов. Лук-порей 93 цента против евро 89. Капуста. 42 цента против 0,69. Лук. Самый обычный лук. 0,48-0,49. Разница в 1 евроцент. Не сильно и большая. Огурец грунтовой. Здесь стоит отметить, что разница такая, потому что огурец это по 6,99. В Литве это литовский огурец. Это самые первые огурцы литовские. Вот вы здесь можете увидеть, они произведены в Литве. В Польше огурцы везутся с Турцией. Поэтому сейчас огурцы такие дорогие. Надеюсь, что цена на них упадет. Что касается цены, это 2,51 в Польше турецкий и 6,99 в Литве литовские огурцы. Капуста цветная 2,09 против 2,59. Шампиньоны евро 67 против 2,79. Батон нарезной половинка евро 50 против евро 79. Вот здесь, так, батон нарезной самый дешевый. Вот здесь вы можете видеть евро 25 за килограмм в Польше и 0,73 цента за килограмм в Литве. Почему я говорил, что здесь показательно цены говорить за килограмм? Потому что бывают случаи, когда вес в упаковке отличается. Как в этом случае, 500 грамм против 300 грамм. И поэтому уже более тяжело говорить цену за упаковку. Она очень сильно отличается. Несколько секунд маленькой рекламы. Приглашаю вас всех перейти на мой канал и посмотреть другие ролики. Потому что здесь в архиве есть очень интересные, красивые видео про Литву, про Германию, про Люксембург. Вильнюс в 360. Если вы хотите попутешествовать по Вильнюсу в 360, по старому городу, я вас приглашаю посмотреть эти видео. Также очень будет интересно посмотреть, сколько стоили товары еще в 2018 году. Если вам интересно, напишите в комментариях. Я сравню цены 2018 года и 2022. У меня есть старые видеоролики про цены в 2018 году. Также посмотрите очень крутое видео на крыле Литвы. Клапида и Курская коса. Оно вас заинтересует. И мои путешествия по Польше. Сейчас мы разговариваем про Литву и Польшу. Поэтому приглашаю вас посмотреть, что было несколько лет назад в Литве и в Польше. Всем спасибо. Продолжаем дальше. Наше сравнение цен. Булочка самая обыкновенная, одинаковая в двух странах. На вид. На вид одинаковая. Возможно, состав другой. Я не уточнял уже такие подробности. Евро 63 против 2 евро за килограмм. Филе индейки 6,80 против 7,48. Филе курицы 4,18 против 4,98. Свинина 4,94 против 6,08. Лосось. Лосось здесь я выбрал только порционный, запакованный уже в упаковке. Потому что в Ашане я не нашел лосося на вес. Это такая была маленькая проблема. Поэтому здесь цена 19,69 против 23,69. Масло самое дешевое 7,10 против 5,83. А яйца куриные. Цена одинаковая. Здесь она указана за одно яйцо, за одну штучку. Но почему-то в перерасчете, когда мы пересчитываем по курсу, то в Польше упаковка стоит евро 0,4, а в Литве она стоит 0,99. Какие-то курсовые проблемы, можно сказать. Молоко 2%, 0,58 против 0,69. Сметана 30%. Да, возможно, для многих людей сметана 30% покажется какой-то дикостью. Но для Литвы это нормально. Допустим, в Украине это уже не так нормально. В Украине мы привыкли. Там 5, 10, 15, 20%. И 30% это уже как диковинка. Но в Литве сметана 30%. Я ее лично покупаю всегда. Мне она больше всех нравится. Цена здесь за килограмм. В Польше 3,11 против 5,95 в Литве. Йогурт самый дешевый. Евро 79 против 2,17. Йогурт Альпро. Кто знает, это веганские йогурты. И здесь цена такая. Маленький самый обыкновенный шоколадный йогурт. 4,82 против 7,20 за килограмм. Молоко Альпро 2,09 против 2,65. Это самое простое. Там пшеничное молоко. Тоже веганское. И кокосовое молоко 3,07 против 3,99. Сырок. Сырок здесь мне было очень интересно. 9,85 против 12,22. Здесь мне было интересно. Так, хорошо. Дальше у нас идет йогурт Фантазия. Точно такой же продукт в Литве и в Польше. Цена 4,62 против 6,90. Кефир самый дешевый. Евро 25 против 0,54. Разница огромная, конечно. Но если мы будем смотреть цена за упаковку, то, конечно, 0,41 против 0,54. Но здесь у нас разница идет в весе. Сыр Гауда 5,84 против 7,46. Сыр Русский 6,49 против 4,76. Сыр Президент 7,46 против 13,25. Моцарелла самая дешевая. 4,15 против 4,63. Моцарелла Голубани 6,85 против 4,68. Это причем меня вот здесь тоже удивило. 4,68 это цена без скидки. Очень часто этот сыр продается по скидке, это моцарелла. И цена еще, еще меньше. Колбаски закусочные. Польские 10,96 против 21,81. Берлинки самые простые сосиски. 3,77 против 6,76. Рыбные палочки самые дешевые. 6,46 против 2,76. Причем и те, и те рыбные палочки произведены в Польше. Что очень странно. Картофель фри замороженный 1,72 против 2,60. Замороженные овощи Хорстекс 2,50 против 3,48. Консервированная кукуруза 2,86 против 4,09. Сахар самый простой, самый обычный 0,66 против 0,69. Разница не сильно большая. Самая дешевая мука 0,50 против 0,68. Макароны самые дешевые, между прочим. 1,42 против 1,18 за килограмм. Итальянские макароны Борилла номер 98. 2,48 против 2,66. Соус барбекю Хейнс 5,05 против 7,27. Фасоль в помидоровом соусе тоже Хейнс 2,51 против 3,35. Майонез Хелманс 5,52 против 5,58. Разница очень незначительная. Здесь дальше мы пойдем по кофе посмотрим. Кофе Якобс 49,48 против 67,90. Нес Кафе 19,75 против 2,40 против 32,45. Заварной Якобс 10,54 против 17. Лаваза 17,49 против 25,96. Но здесь я хочу отметить, что лаваза очень часто, прям очень часто лаваза продается по скидке 50%. То есть эту цену можно поделить еще на 50 и по скидке просто попить кофе. Причем это большая баночка 250 грамм. Нес Кафе капсулы. Это цена за одну штучку. Но давайте посмотрим здесь цена за упаковку. Это будет более справедливей. 4,39 против 5,99. И 3,73 против 4,89. Капсулы Лорг. Почему я сказал здесь смотреть цена за упаковку? Потому что этот товар продается упаковками. Килограммами он не продается, штуками отдельно он тоже не продается. Поэтому здесь именно вот товар, упаковка, в котором еще есть много маленьких товаров. Здесь мы смотрим лучше за упаковку. Самый простой отсут у нас 0,66 против 0,49. Масло подсолнечное самое дешевое. 1,52 против 1,79. Причем здесь меня поразило, что самое дешевое масло, но произведено в Украине. Чай Лоид в пакетиках. 19,09 против 49,75 за килограмм. Это меня тоже удивило. Если посмотреть цена за упаковку, это 0,76 против 1,99. Дороговато. Батончик корни. Самый простой такой батончик. 40 центов против 69 центов. Если за штуку и за килограмм, разница еще больше. Сникерс 0,54 против 0,79 за одну штучку. Милка простая. Смотрим за шоколадку. За упаковку 0,87 против евро 13. Ну и здесь ради справедливости скажу, что Милка тоже очень-очень часто попадается в акциях. Минус 30 процентов. Так точно. Риттер Спорт. Немецкая очень вкусная шоколадка. Евро 32 против евро 78. Потом у нас идут шоколадки Линд. Либо Швейцария, либо Франция. Евро разница. Евро 98 против 2,99 за штучку. Чипсы Лейс Паприка. 90 центов. За упаковку против евро 59 за килограмм. Цена выглядит еще более привлекательней. Чипсы Лейс. Зеленый лук. 215 большая упаковочка. Евро 38 против 2,19. Начас Деритес. Это кукурузные чипсы. Евро 0,2 против евро 39 за упаковку. Дальше идет сок апельсиновый. 0,75 против евро 95 за 1 литр. Сок кактусовый. Это довольно интересный сок. Можно попробовать. 0,71 против евро 35. Сок томатный 0,83 против евро 39. И дальше немного моющих средств. Порошок Фрош детский. 5,48 против 5,99. Порошок Фрош для цветных вещей. 5,56 против 5,89. Капсулы для посудомойки. Финиш. 12,82 против 19,99. Это одна упаковка. 86 таблеток. Это цена за упаковку. Очистители для посудомойки. Есть такие специальные средства, чтобы очищать посудомойку. Финиш. Тоже 2,85 против 5,89. И конечно я забыл. Потом в конце добавил. Самый дешевый рис. 0,83 против 0,81. И самая дешевая кречка. Это 2,55 против 2,99. Вот такая у нас ситуация. Вот такие у нас цены. Вы могли параллельно смотреть другие валюты. Цену за упаковку, что вас больше всего интересовало. И те производители. По производителю хочу сказать в отдельности. Очень много товаров в Польше продаются те, которые произведены в Польше. Но это и понятно. Польша намного большая страна, которая намного больше. И соответственно там больше заводов. Но и справедливости ради сказать, Литва также имеет очень много своих товаров, которые производятся и которые даже продаются в той же Польше. Некоторые товары непонятно где произведены, потому что очень часто пишется Европейский Союз. Вот Европейский Союз и непонятно в какой точности не произведено. Поэтому есть некие неточности. То, что меня удивило по производителям, это то, что Батат в Литву привозят из Америки. Интересно. Ну да ладно. Самое главное. Давайте мы теперь посмотрим суммарную цену. Всех же интересует. Давайте сначала посмотрим за упаковку. Сколько у нас выйдет вся эта корзина из 79 товаров. В Польше это у нас будет 135 евро 70 центов. И в Литве это у нас будет 188 евро 22 цента. И просчитаем сразу разницу. Сколько это отличается? Это отличается на 52 евро. Если мы покупаем все за упаковку или за 1 килограмм. Теперь давайте посмотрим цену за килограмм. Если все считать. Килограммовые цены в Польше. 427.85. И в Литве 615.53. И посчитаем конечно же разницу. Здесь разница уже более примечательная. 187 евро 68 центов. Но давайте еще я хотел в конце посчитать. Вот у меня есть. В Литве были скидки на некоторый товар. В магазине за этот период. У нас была просто цветная по скидке. По евро 45 за штуку. Что получается еще дешевле чем в Польше. Также батон нарезной половину. Евро 36 против евро 50 в Польше. Получается по скидке в Литве дешевле чем в Польше. Сметана. Немного дешевле стало. Потом сосиски дешевле стали. По 4 почти догнали цену в Польше. По 3.77. Картофель фри замороженный. 2.08 в Литве. По скидке против евро 72. Также я сначала называю цену по скидке в Литве. Потом цену в Польше. 2.78 против 2.50. 3.06 против 2.86. Сахар в Литве стал стоить еще дешевле. 0.55 против 0.66 в Польше. То, что я говорил про кофе. Кофе заварной Якобс по скидке в Литве стоит дешевле чем в Польше. В Литве 9.16. В Польше 10.54. Кофе лаваза по скидке 15.56. В Литве и 17.49 в Польше. Чай в пакетиках дешевле стал стоить 34.75. Батончик 10.40. Сникер что-то я не посчитал, забыл. 6.90. Милка самая простая. И так, что еще у нас? Чипс Лейс 7.67 против 6.41 в Польше. Начас в два раза дешевле просто. 6.45 против 10.23 в Литве. Что еще дешевле? Моющий дешевле было покупать по скидке в Литве, чем в Польше. 3.59 против 5.48. Или 3.53 против 5.56. Так же капсулы для посудомойки. 11.99 против 12.82. Все-таки есть некоторые товары, которые дешевле покупать в Литве. И давайте справедливости ради. Добавим сюда цену на Сникерс. Почему-то я его пропустил. Где он? Сникерс. Зайдем на Барбору и посмотрим, есть скидка еще или нет. Нет. К сожалению, скидки нет. Цена за килограмм 10.53. 10.53. 10.53. Скидки нет. И считаем теперь сумму. Выходит 541.08. И считаем разницу между Литвой и Польшей. Разница теперь еще меньше. 113.23. Если покупать все за килограмм. Вот то, что мы имеем, говоря по скидкам и общий вид. Немножко запутался уже. Итак, давайте я немного подсуммирую сейчас и подсуммирую еще в конце. Как вы видите, если в Литве есть скидки, то цена значительно понижается. Конечно же, это не самые дешевые магазины. Поэтому давайте справедливости ради скажем. Если вы хотите действительно сэкономить, вы можете взять газетки, зайти в интернет, скачать электронные журналы. Скидки в каждом магазине в Литве. Просмотреть их. И я думаю, что тогда вот эта разница 113 и 187 евро, она еще снизится. Но я не смотрел цены на самые дешевые товары в самых дешевых магазинах в Польше. Поэтому здесь я точно не могу сказать. Считайте сами люди, смотрите сами. Вы все взрослые, поэтому вы сами можете сделать какой-то свой выбор. Давайте по полочкам. Если по правде можно было найти самые дешевые магазины, в Литве это допустим Lidl и Norfa. Там можно найти самые дешевые продукты. Но если еще копнуть глубже, очень часто в Литве проходят акции. В той же Maxime, в том же Remy, это все продуктовые магазины. Там очень часто проходят акции, где есть минус 40-50% от стоимости товара. На этих акциях тоже можно очень хорошо сэкономить. Также можно пройтись по другим магазинам и сэкономить хорошо там. То есть, по сути, если вы любите экономить и хотите сэкономить, вы просто можете просмотреть акции в своем городе по всем магазинам и просто проехаться по всем магазинам, закупить самые дешевые продукты. Я думаю, что так разница в цене может быть еще меньше, чем мы увидели сегодня. Причем гораздо меньше. И вам не нужно будет никуда ехать. Итак, друзья, вы посмотрели видео. Всем спасибо. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие страны еще сравнить, что вам интересно. Возможно, какую-то группу товара в определенную или именно определенные страны. Буду пытаться это сделать. Спасибо вам за просмотр. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok